Ну ладно, давайте тогда вспоминать алгоритм Динница, который мы прошли на прошлом семинаре. Внезапно. Итак, на самом деле, конечно, на вашем задании, возможно, у вас еще не появилось, но, тем не менее, на основе концепции блокирующего потока, на самом деле, Динница можно писать и быстрее. То есть, ну, потому что надо просто писать не Динница, а другой алгоритм поиска, который непосредственно в слоистой сети ищет блокирующий поток. То есть, то, что вот тут придумано за ВЗ, ну, как бы, да, это некий ДНО, то есть, некий ДФС, который замечает, что, оказывается, если по ребру уже не пихается, то больше не припихнется. В общем-то. Ну вот, то есть, можно проводить там более аккуратный анализ. То есть, там, если нет теоретической задачи, то будет там просто напишите алгоритм Молхотра, Кумарам и Хишваре, по крайней мере, докажите. Хотя, скорее всего, вам придется его реализовать тоже. Ну, на самом деле, я скажу, ну вот, он работает за Куб, но тут два варианта. Вы его, то есть, у вас два варианта. Вы либо его придумываете на основе того, что вам в задаче говорится. В общем-то, это реально, если честно. Очень. Но, если уж совсем не придумалось, то его можно загуглить. Потому что есть оригинальная статья. Да, так, авторы так и, думаю, там, просто транслитом так и пишут. Молхотра, Кумарам и Хишваре. И вы найдете статью, внимание, на две страницы. Ну, в смысле, там, на самом деле, ну так, два, короче, две страницы А4, вот так вот, двумя колонками. Вот, причем содержательных там всего полстранички. А можно написать фамилию? Давайте. Вот так и пишите. Молхотра, Кумар, Махешваре. Вот, ну, если там какая-нибудь буква ошибочная, я думаю, там, Google вас поправит. Вот. Ну, как бы, если вы желаете найти другой алгоритм в закуп, то есть алгоритм Корзанова. Но с ним сложнее. То есть, мало того, что он сильно более мутный, чем вот этот, так еще и мутность заключается в том, что нет четкой публикации, в которой Корзанов бы его описал. Известно при него следующее, что там, в каком-то там 70-лохматом году, или 80, не помню, то есть, была некая конференция, причем, что характерно, в Советском Союзе была. Вот. Вот. И в ее конспектах сказано, что вот Корзанов на ней выступил с докладом, в котором рассказал алгоритм закуп. Правда, к сожалению, описания этого алгоритма почему-то там нет. То есть, описание есть почему-то где-то у Тарьяна, вот, что он утверждает, что по его мнению, алгоритм Корзанова выглядит вот примерно вот таким образом. Честно скажу, не читал этот алгоритм. Ну вот, но утверждает, что, наверное, разобраться можно уж, раз Корзанов придумал, чем бы хуже, собственно. Ну, впрочем, творчеством Корзанова мы еще, как вы уже поняли, познакомимся сегодня. Ну вот, но, тем не менее, ну вот, то есть вот этот алгоритм гораздо легче придумать и понять. И притянуть, и достичь. Ну, там действительно, там две страницы, содержательных половина, все остальное, это рассказывается там, что типа, там, задача о потоках, там она там, со ссылками на всех, там, Эдмонсов, Карпов, там, потом и так далее, и тому подобное. Вот. Разное такое. Вот. Но сегодня, тем не менее, попробуем сначала поговорить о Денице. Ну, на самом деле, даже вру, не совсем о Денице, на самом деле, то есть такая подтема, которую мы сегодня затронем, она называется целочисленные сети. Ну, на самом деле, с точки зрения всех наших задач, то есть это, как бы, то есть все такое целочисленная сеть. Ну, как вы уже догадываетесь, это сети, в которых все пропустные способности целые. Ну, в смысле, да, ну, в смысле натуральные. Ну, в смысле целые, не отрицательные, но с точки зрения западного мира это и есть натуральное, как вы знаете, да. Ну, не суть важна. Вот. Суть в другом. Ну, в принципе, то есть, конечно, это подвид сетей, но на самом деле, с точки зрения задач, которые мы решаем, там обычно, то есть, скорее всего, этой штукой охватывается, ну, чуть менее, чем все. Вот. Но, ну, вот. Но также алгоритмы, которые у нас есть уже, уже алгоритмы Эдмонсакарпы, алгоритм Деница тонко намекают нам, ну, вот, что, в принципе, в целочисленных сетях и максимальные потоки можно искать целыми, то, что по каждой трубе текло целое количество воды. Вот. Ну, в принципе, теоретически можно было и без алгоритмов это доказать, что там, то есть, мы уже доказали же без алгоритмов, что максимальный поток существует, правда? Вот. Доказывали бы с вами это, да? Ну, там, по-моему, ну, вот, ну, что-то там с употреблением слов типа компакт мы доказывали. Вот, вот это вот там. Ну, то есть, из тех же соображений там можно вывести, что и там целочисленных сетях можно сделать и целочисленными. Вот. Ну, собственно, нам это уже не нужно. Вот. Ну, на самом деле, просто на этом основании, ну, что можно сказать про целочисленные сети? Ну, здесь уже можно, то есть, если у нас есть целочисленные сети, то уже можно давать какие-то оценки на различные алгоритмы. Вот, например, как можно оценить, если мы вот ищем поток, допустим, Фордом, Фолкерсоном, ну, например, вот, ДФСом причем, для усложнения. Какую асимптотику мы тогда можем гарантировать? Значит, с какой точки зрения хочется посмотреть на этот вопрос? Давайте представим себе, что у нас вот действительно все пропускные способности не превосходят какого-то числа С. Ну, и как всегда у нас понятно, что у нас там в вершине, и ребер там, ну, и так далее. Вот спрашивается. Все не превосходит С, что делать? Вот как вы думаете? Количество вершин, количество ребер, а какая-то? И все пропускные способности, пропускная способность каждого ребра, каждого из ребер не превосходит С. То есть теперь оно целочисленное, но вот поэтому с ним можно что-то делать. Ну, можно, в принципе, заметить, что иногда на самом деле еще полезно предполагать, что пусть реальный максимальный поток равен F. А как он вам? А как вы будете определять, можно ли пустить поток размера такого-то? Ну, а как? И как это будет отличаться от поиска максимального потока? Вот тут парадокс в том, что мы, кроме как максимальный поток, больше ничего искать не умеем. Только максимальный и ничего больше. Вот. То есть в некотором смысле что-то типа максимального потока середине двоичных подъемов у нас, конечно, через 10 минут возникнет. Вот. Ну, или дальше через 5. Ну, а тем не менее, давайте пока простой вопрос. Вот представьте себе, что мы знаем, что там максимальный поток имеет там F, ну и там не происходит С. Какую бы оценку на поиск потока вы бы дали? DFS. Почему C куб? В E квадрат же мы имеем. Не-не-не-не, я же сказал DFS. Нет, ну, так, вы что-то слишком сложно думаете. Это очень простой вопрос на самом деле. Видимо, вы на него как-то не так смотрите. Ну, давайте так, сколько DFS-ов будет запускаться? Чего? Нет, просто F. Как бы они же все могут быть единичными ребрами. Значит, говорилось следующее. Значит, давайте, мы говорили о том, что если этот алгоритм завершится, то он найдет максимальный поток. Другой вопрос, что там есть примеры в нецелочисленных сетях, что он не завершится. Но обратите внимание, в целочисленных сетях такого произойти не может. Потому что максимальный поток вещь ограниченная, а каждый DFS увеличит поток хотя бы на один. Ну, либо это будет последний DFS, который скажет, что все. Поэтому, получается, DFS-ов будет не более, чем F. Вот приятность вот целочисленных сетей. Их будет не более, чем F. Поэтому, в принципе, можно сказать, что этот алгоритм будет работать за ООТФЕ. Да, да, да. Но да, просто в остаточной сети. А как с того, как начали, может быть, вот мы же рисовали картинку? Чего? Ну, когда он очень долго работает. Да, но ведь в этой картинке и поток был размера 2 до 10 девятый. Обратите внимание. Вот такой момент интересный. А теперь вот здесь, как это хорошо, такой вопрос. Ладно, потока, допустим, во-первых, предположим, что потока мы не знаем, но мы знаем ограничения сверху на пропускные способности. Можно разрез оценить. Чего? Оценить разрез. Какой? Ну, там, да. Оценивать надо минимальный, конечно. Но можно оценить хоть какой-нибудь, на самом деле. Давайте. Какой разрез легче всего оценить? Ну, который, наверное, если 3-8. Так, вот давайте подумаем, какая может быть величина этого разреза, который соединяет один исток и все остальное. Да, конечно. То есть, как бы заметим, что, ну, можно даже проще сказать, что поток, очевидно, не может быть больше, чем суммарная пропускная способность рюмя, которые торчат из истока, правда? Просто тупо больше не вытечет. Вот. Поэтому, ну вот, но заметим, что по каждой из их всего не более, чем Е, по каждой из них может вытечить не более, чем С единиц потока. Поэтому получается, F не превосходит. То есть, F такая оценка, Е превосходит Е умножить на С, ну и как следствие у нас получается неожиданная оценка. Е, С квадрат. Ну, заметим, что... Заметим, что там есть ошибочка. Е квадрат, С. Во! Да. Так, да, Е квадрат, С. Потому что, да, на Е, С мы домножаем на ДФС. ДФС, к сожалению, за С пока не учился работать. Ну, в принципе, смотрите. То есть, уже может быть неплохо, если выяснится, что пропускные способности какие-нибудь мелкие, да? То есть, если они там один-два, но там вот у вас... То есть, например, бывает такая классическая задача, например, на поток. Не помню, честно, есть домашние задания или нет, но там вот классическая задача, например, да? Там Петя и Вася идут домой, пункт Б, и школы, пункт А. Вот. И оба они любят заходить в магазинчик С по пути. Сейчас. А, хотя нет, вру. Значит, просто... Ну, тут ладно, разные варианты есть. Ладно, будет такой вариант. Допустим, хорошо. Там Петя и Вася хотят, значит, пройти из пункта А в пункт Б, и при этом пройти через пункт С. Но при этом они очень не любят ходить по одним и тем же дорогам. Теперь вот просто внимание вопрос. То есть, существует ли маршрут, который идет там, ну, там, ребра неориентированные, допустим, да? Пусть он идет... Они хотят пройти из пункта А в пункт С, потом из пункта С в пункт Б, при этом ни по одной дороге не пройти дважды. Спрашивается. Вот спрашивается. Как такое сделать? Нет, они вдвоем идут, в общем, можете воспринимать, что это один пить. Вот, давайте попробуем. Как такое решить? Из-за А в пункт С и С в пункт Б? Да. Сделать неориентированные ребра там, с прописанной способностью Аддель, опустить max поток там. Так, откуда-куда? Откуда-куда опустить поток? Это без потоков разве не решается? А как это решается без потоков? А мы можем просто запустить DFS, и каждый раз, вот если мы дошли в решенке, у нас С посередине, да? То, ну, видимо, DFS, DFS еще в глубину будем флаг передавать, у нас на пути была решенка С или нет, мы не допускаем. Ну, наша цель DFS от А до Б, но еще, если мы прошли через С, то мы храним, ну, как у флажок, что мы через С прошли. Да, а как вы будете гарантировать, что он после С не вернулся в ту же самую дорожку? Ну, то есть, ладно, так и быть, так и быть, ту же самую вершинку можно, но не более того. А, ну, можно переходить с С, DFS запустить, а потом из А. Ну, а если мы сделаем... А, ну, а если вам разрезка, то это содержит А и С. И еще? Ну, а если мы сделали... Ну, теперь... Ну, Зак, что же делать? А сработает, если мы найдем max поток сначала из A в C, а потом на вот этой штуке найдем max поток из C в B. Хорошо, значит найдем max поток. То есть просто... Что даст этот максима? Тут еще вопрос, в какой сети? Собственно, ну и найдете поток, он равен 179, и что? Ну, какие-то будем, какие-то не будем. Как бы поток же не все пути найдет. Ну, можно проводить, ну скажи так, мне неизвестно решение без поток. Сейчас, а если мы найдем все мосты, разобьем все на компоненты. И что? Ну, если A оказался в одной компоненте, а C и B в другой компоненте, или нет? Нет, ничего не значит. Просто если A оказался в одной компоненте, а C и B в другой... Ну да, то есть тут как бы не проблема. И потом, одно дело, что, допустим, у нас могла быть теорема о том, что если они оказались в одной компоненте, то, допустим, что-то можно. И то, дай бог. А, хотя да, есть такая теорема, допустим. Вот, но как бы одно дело сказать, что да, можно, а другое дело найти. А можно пустить из истока ребра в А и В? А и сток. В способности 1. А из C пропускной способности 2 в исток. Ну, во-первых, в сток. Ну, да. А во-вторых, даже нет необходимости, можно C просто объявить стоком. Сейчас. Мы хотим, чтобы там 2 все-таки. А, ну да. А какая разница? Ну, в общем-то, да. То есть, действительно, заметим, что эти вот... То есть, если сказать, что все у нас ребра, это такие неориентированные ребра пропускной способности 1, то можно C объявить стоком, а вот А и В объявить истоками. В том плане, что, например, взять исток и сказать, что вот тут единичка и тут единичка. Ориентированное ребро. И тогда вот эти вот два пути, которые мы тут найдем, то есть они превратятся просто в поток величины 2. То есть, таким образом, в этой сети надо просто найти поток величины 2. А что такое поток величины 2? Два ДФСа. То есть, обратите внимание, то есть реально надо пути искать ДФСом, но, то есть, действительно, сначала из А в С, потом из Б в С, но только второй ДФС должен иметь возможность отменять какие-то пути. То есть, у нас тут... То есть, ну, вот, ну да, то есть, вот, есть возможность отменять, но желательно, причем, реализовать его там дальше таким образом, чтобы, действительно, если у вас один... Потому что теоретически в потоке же может быть так, что там один путь пойдет вот так, а второй вот так. Ну, то есть, в зависимости от реализации, но если вы реализуете, там, будете интерпретировать это как два ориентированных ребра и не взаимно обратных, да, то есть на 4, то будут проблемы. То есть, правильно понимаешь, что мы все ребра говорим, что они должны быть в смысле один, и надо проверить максимально, кто правильно ли будет? Ну да. Ну, а так главное потом поток декомпозировать на пути и вывести. Только, ну, еще добиться того, чтобы у вас не было, что один поток идет в... То есть, существует ребро, что один путь идет в одну сторону, другой путь в обратную. Ну, то есть, смотрите, то есть, как бы поток вам гарантирует, что не будут два пути, которые будут идти по одному ребру в одну сторону, да? Но, как бы, чисто теоретически, то есть, как бы, если вы неудачно реализуете, то может так случиться, что путь пойдет... Что один из путей будет идти по ребру в одну сторону, а другой путь по тому же самому ребру в обратную. Вот. Но, с другой стороны, тогда, ну вот. Ну, то есть, это решается просто. Во-первых, вы можете просто про каждому ребру посмотреть, что если по ребру в обе стороны течет по одной единице потока, вы их можете взаимно отменить. А во-вторых, как на самом деле это вообще не проблема. Почему? Потому что на самом деле, если вы каждое ребро будете, вот помните, мы, как говорили, в неориентированных ребрах это как реализуется. Вот, вот, там, то есть просто берем два взаимообратных ребра, то есть, помните, да, пустили по одному, отменили по другому автоматически, и у обоих единицы. И тогда это произойдет автоматически, и просто таких проблем у вас не будет. Вот, очень удобно. То есть вот, собственно, и вся задача. Собственно, элементарно. Вот. То есть, видите, такая задача, вот, работа за О от, там, Ф, Е. То есть, вот эта оценка, конечно, немножко с запасом, но, с другой стороны, С равно 2, С равно 1 здесь, да? Ну, единичные сети там могут быть, а это вообще отдельная песня, на самом деле. Как мы тут чуть позже увидим. Вот. В этом случае, какие асимптотика, вот, это работает или там? Ну, они обе, скажем так, они обе верны. Но это точнее. Потому что она просто, видите, то есть решение О от Е, все, ну, тоже два ДФС, все, асимптотически оптимальное решение получилось. Да, пришлось знать потоки. Вот. Но что делать? Итак. Ну, допустим, это вот целочисленные. То есть, конечно, если мы не знаем размеры потока заранее, то, конечно, все, что у нас есть, это действительно О от Е квадрат С, допустим. Но что тогда можно сказать дальше? Ну, вот. Но на самом деле, как говорится, это можно неожиданно оптимизировать, если С большое. Ну, зачастую С большое. А именно, действительно, идея в том, что как мы сейчас запускаем потоки? Мы сейчас запускаем потоки в тупую, то есть по единичке. То есть, что нашли, потому что пустили, да? К чему это нас приводит? Это нас приводит к тому, что мы пускаем потоки только размера, там, в худшем случае, на каждый путь мы будем пускать поток размера 1. Возникает вот сразу жуткая какая-то идея. А почему 1? А нельзя сразу искать пути на побольше. И действительно, возникает такая вот интересная метода, более известная как масштабирование. Что эта метода дает? Эта метода дает следующее. Говорит следующее. Давайте, то есть на каждом шаге будем искать потоки, но будем бегать не по всем ребрам, а только ребрам с пропускной способностью больше либо равно, чем 2 в степени и. И. Нет, и это не мнимая единица, как вы догадываетесь. Вот. Ну и, соответственно, и чему у нас будет равно? Ну, оно будет, ну, условно можно сказать, что оно равно c, там, c пополам, там, c на 4 и так далее 1. Ну, по факту оно будет равно, там, 2, там, в степени, там, двоичный логарифм c округленный вниз, там, 2, вот, в степени двоичный логарифм c минус 1. 2 в степени и должно было быть, а вот c, с пополам и так далее. Ну, да. Вот так. Да, действительно. Значит, да, действительно. То есть и это вот, да, лог 2c, лог 2c минус 1. Вот. Да, ну ищем, причем, не блокирующий поток, а вполне себе максимальный, как есть. То есть, честно, там, честно запускаем DFS, сейчас ни о каких блокирующих потоках не вспоминаем. Вот. Ну, теперь вот возникает такой интересный, то есть мы вот делаем, как видим, логарифм итераций, да? Ну, теперь возникает вопрос, за какое время будет работать такой логарифм? Ну, казалось бы, да. Ну, как сказать, с одной стороны, кажется, что надо просто взять вот этот вот E квадрат C умножить еще на логарифм. Ну, как бы, есть же, наверное, подозрение, что тут все чуть-чуть получше, правда? Потому что за счет того, что мы тут вот большие потоки сразу бабахнем, там, и будет хорошо. И действительно, можно заметить, что тут, на самом деле, все достаточно хорошо. Почему? Потому что есть мистическое утверждение. Ну, вот, после итерации с i равно, там, какому-нибудь числу k. Ну, вот, размер. Фу, как бы это, как это называется? Пропускная способность. Вот я даже вот так аккуратно сформулирую. Минразреза. Внимание, в остаточной сети, на этот момент, да? Меньше, либо равна. Сколько? Ну, что-нибудь такое, ну, не совсем. Как говорится, я не помню, чему. Но давайте, ну, вот. Ну, то есть, давайте, ну, сначала поймем, чему, что дает утверждение. Утверждение, ну, фактически, оно изначально, идея формулируется, сколько потока осталось пустить, правда? То есть, если мы докажем, что не очень много, то, как бы, там, на каждой итерации будет хорошо, правда? А теперь давайте, ну, как бы, так как размер оставшегося потока равен минимальному разрезу в текущей остаточной сети, то давайте подумаем, отчему этот минимальный разрез будет равен? Какая вообще у минимального разреза, и даже, в принципе, какая у разреза может быть пропускная способность? Вот давайте внимательно подумаем. Вот берем вот этот разрез, да? То есть, помним, что такое минимальный разрез, да? Рассматриваем все вот эти вот ребра, да? Что про эти все ребра можно сказать? Какие у них пропускные способности? Ну, на самом деле, просто алгоритм тонко намекает, да? То есть, представьте, что мы сделали итерацию с i равно k, да? То есть, это означает, что это означает? Что мы больше не можем найти, больше пока на текущий момент, по крайней мере, не существует пути, по которому можно пустить поток размера 2 в степени к или больше. То есть, что тогда из этого следует? Абсолютно верно. У них же, может быть, одно из них может быть больше, чем 2 в степени к? Нет, 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 нет. Мы, смотрите, ну вот, да, если вы произвольный разрез, то да. Но мы хитрые. Мы рассмотрим теперь не произвольный разрез, а как всегда. Запустим ДФ, мы запускаем ДФС из устока, да? По ребрам с пропускными способностями больше либо равно, чем 2 в степени к? Запустили. До t не дошли. Ну, давайте вот в эту долю скажем, до чего дошли, а в эту долю, понятно, все остальное, до чего не дошли. Ну, тогда можно заметить, что, да, все эти ребра заведомо меньше, чем 2 в степени к. Ну, тогда получается так, какова пропускная способность этого разреза? Как ее можно оценить? Чего-чего-чего-чего? Ну, нет, ну не на c. На e. Как говорится, вот да, но не совсем. Ну, да, хочется сказать, что тут, конечно, пропускная способность не более, чем 2 в степени к на e, но на самом деле есть одна маленькая тонкость. Ну, вот, хотя, действительно, а есть ли эта тонкость? Потому что обычно говорят следующее, что у нас вообще-то на самом деле в... То есть на самом деле у нас в сети находится не e-рёбер, а 2 e. И у каждого там пропускная способность может быть 2 в степени к. Поэтому обычно пишут, что тут все-таки 2 в степени к умножить на 2 e, а не на e. Что? Что? Ну, меньше... Ну, можно и строго меньше. Меньше, да? Почему бы и нет? Вот. Ну, в принципе, да. То есть поэтому обычно говорят 2 в степени к плюс 1 на e. Хотя тут надо подумать, потому что полное ощущение, что на самом деле... То есть действительно, в чем оно... Казалось бы, действительно, в чем проблема? Ну, вот. Ну, да, понятно, что проблема... Ну, вот. То есть проблема в том, что, конечно, у нас в исходной сети есть e-рёбер, у каждого ребра есть обратное, и только не более, чем одну из них может вообще в этом разрезе оказаться. Вот. Поэтому, возможно, тут не 2 в степени к, а 2 в степени к плюс 1. Ну, то есть, наоборот, не 2 в степени к плюс 1, а 2к. Но на самом деле асимптотически это не суть важна. Потому что что из этого следует? Ну, да, допустим, ладно, доформулируем теорему. Пусть так и быть, тут будет 2 в степени к плюс 1 на e. Вот, так, перестрахуемся. Потому что на самом деле из этого следует, что, ну, вот. То есть тогда, ну, вот. То есть тогда следствие, то есть при, там, при и равно к минус 1 будет выполнено ну вот, будет выполнено не более, чем сколько ДФСов? С. Сколько? А, хотя нет, может, тут и вот так на самом деле. Ну, да, если тут 2 в степени, ну, ну, не совсем. Смотрите. То есть мы, что такое делается при и равно к минус 1? Мы ищем пути, проталкиваем по ним потоки, потоки размера 2 в степени к минус 1, да? Но обратите внимание, всего у нас пропускного, всего потока можем пустить не более, чем 2 в степени к на e. Но тогда из этого следует, что просто, если мы 2 в степени, вот это поделим на 2 в степени к минус 1, то у нас получится 2e. Ну, вот это на 2 в степени к минус 1. То есть что мы делаем на при и равно к минус 1? Что мы делаем? Мы запускаем ДФС по ребрам пропускных способностей не менее, чем 2 в степени к минус 1, правда? Поэтому каждый ДФС будет, ну, кроме последнего, будет пропускать поток, увеличивать поток на хотя бы 2 в степени к минус 1. Но обратите внимание, так как у нас осталось потока не более, чем вот столько в принципе, то и пустим мы, то есть ДФС будет не более, чем 100. Ну, по-хорошему надо там плюс 1 написать, конечно. Ну, учитывая, что вот последний ДФС тоже считается, да? Ну, потому что мы все-таки убедились, что ребер здесь все-таки e, а не 2e. Ну, типа слева можно половину вершин поставить, справа половина вершин, и ребер будет между ними, там, почему, по квадрату на 4. Ну, максимум. Нет, вопрос такой. Пойте, e это, как бы, Пойте, это в предположении, что e равно порядка v квадрат. Тут другая проблема, что рассмотрим какой-нибудь там разрез, да? Заметим, что сколько у нас ребер. Каждое ребро, ну, допустим, там у нас есть e пар ребер, да? Но в каждой паре ребер только не более, чем одно ребро может пересечь этот разрез. Помните, мы же вот ребра, идущие в обратную сторону, не считаем. Поэтому все-таки, да, их не более, чем e. Нет, я просто, я вот помнил, что там вот, после, где-то двойка на самом деле, но я вспомнил, что она на самом деле здесь. Вот. Так, сейчас еще раз, почему мы выбрали там плюс 1? Потому что... Ну, потому что реально, да, этот разрез пересекает не более, чем e ребер. Потому что вот эти вторые е, они, ну, с вами, это сложно? Ну, да. То есть, как бы, e по ребер в каждой паре не более, чем одно ребро пересекает этот разрез. Поэтому ребер тут всего не более, чем e. Каждый из них не более, чем два в степени комплексной способности. Так что, ну, вот. Так что, вот и получилось. Вот. Но тогда, внимание, вопрос. Какую асимптотику тогда мы себе можем гарантировать вот с помощью вот этого утверждения? eLog. Прям eLog. Ну, да. Ну, то есть, обратите внимание, мы всего здесь делаем o от eDFS, да? Вот, всего делаем. На каждой итерации. Ну, кстати, заметим, что на первой итерации это тоже верно, да? Почему? Ну, потому что у нас, ну, вот. То есть, как бы, после итерации с, там, i равно, там, я не знаю, с i равно вот это плюс 1, да? Ну, то есть, заметим, что у нас нет в принципе ребера, у которых пропускная способность 2 в степени вот это плюс 1, правда? Поэтому там на первой итерации, как бы, тоже верно, что первой итерации будет dFS-ов не очень много. Но что это означает? Вот, получается, на каждой итерации o от eDFS-ов итерации log c. Значит, получается, у нас всего dFS-ов eLog c, но каждый dFS, он не за 1 работает, он работает за o от e. Поэтому мы получаем асимптотику o от e квадрат log c. Ну, чаще всего, конечно, обнаружено, что log c все-таки лучше, чем v, правда? Вот. Ну, причем, заметим, что, в принципе, напишите вы тут dFS или bFS масштабирование особого значения уже не имеет. Вот. То есть, вот обнаруживается, допустим, такая вот маленькая прияность. Вот. Ну, то есть, отдельный вопрос, что можно, ну, вот, отдельный вопрос, что можно попытаться, конечно, подружить, собственно, единица с масштабированием. Но, это называется, ну, вот, но тут картинка называется, давайте посмотрим тогда, ну, вот, ну, давайте вообще посмотрим, как диница работает с остатой, там, с какими-нибудь вот такими сетями. Вот. Вот давайте немножко подумать. Да, на прошлом семинаре. Вот. Да, увы. Ну, да. А сегодня еще что-нибудь пройдем, а то что-то да. А то, как бы, да, вот. То есть, это оно, конечно, да, вот уже на семинаре стало ходить людей, как обычно, но. Ой. Ну, хотя, да, если есть камера, то действительно, зачем куда-то ходить. Вот. Ну, давайте смотреть дальше. Вот, давайте посмотрим, за сколько будет работать диниц. Здесь ли сети, вот смотрите, есть такой замечательный подвид целочисленных сетей. да, следствие доказывали. Ну, вот. Итак, давайте смотреть. Вот, потому что у целочисленных сетей есть такой замечательный подвид, он называется единичная сеть. Вот, единичная сеть. спрашивается, как они работают? Вот, то есть, ну, что это такое? Ну, как вы догадались, предположим, что у всех пропустые ребер пропустая способность один. А теперь давайте прикинем вот что. Как работает алгоритм диница на этих ребрах? На этот вопрос можно отвечать с двух сторон. Ну, потому что, как вы помните, диница состоит из двух частей. Собственно, концепции блокирующих потоков, да, и, собственно, поиска блокирующих потоков в, соответственно, в слоистой сети. Вот. Поэтому мы рассмотрим это с двух сторон. Вот давайте просто теперь, как вы думаете, за какое время в единичной сети будет искаться блокирующий поток? как мы искали, ну, как его искать? Много способов, но у диница способ был, напоминаю, какой. То есть, да, вы помните, есть сеть, да, и мы честно там пытались вот тут, допустим, и так далее. То есть мы ходим только по ребрам, которые ведут нас из слоя следующий, да, причем, но ты там честно идем, 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 идем. То есть если мы поняли, что до t не доходим, то значит ребро удаляется. Вот мы идем в следующее. Там идем, там как-то идем, идем. И когда дошли, пускаем по этому пути поток. Но при этом, помните, там еще фишка была в том, что как бы мы, ну, то есть там, допустим, у нас был указатель, то есть как бы ребро, то есть как бы указатель смотрит на ребро, то есть мы как удаляем ребра, да, и как бы мы, и следующий dfs мы начнем именно с этого ребра. Но если dfs пройдет по этому ребру и ничего не найдет, значит указатель сдвинется дальше. Вот. Так у нас это работало. И это работало за, за какую асимптотику это работало? Ну, v2e, это весь динец. А сам поиск блокирующего потока работал за сколько? Да, ve. Почему за ve? Ну, потому что каждый dfs работает за o от проталкивания потока по пути плюс количество удаленных ребер. Но суммарно удаленные ребра удаляются за o от e. Ну вот. А путей, теперь сколько таких путей? Ну, по каждому пути поток проталкивается за o от v. Обратите внимание, да? Ну вот. То есть да, поток у нас проталкивается за o от v. Вот. Но при этом таких самих потоков будет не более чем e. Почему? Потому что каждый из этих потоков насытит хотя бы одно ребро, а у нас в этой интерпретации потоки ребра не разнасыщаются. То есть как бы по ребру поток может быть отменен, но не на этой итерации блокирующего поток. То есть когда-нибудь потом, да? То есть поэтому не более чем v e. То есть вот это была общая логика. Внимание, вопрос. Как можно оптимизировать эту логику в данном случае? Когда у нас все пропускные способности единичны. Да, то есть обратите внимание, теперь у нас на каждой итерации убива... То есть на каждое пропускание потока убивается не одно какое-то ребро, а на самом деле умирают сразу все. Вот вообще все. Единовременно. Ну да, ну важное замещение еще то, что даже после того, как вы пустили поток по ребру, сеть осталась единичной, кстати, еще, да? То есть как бы либо вы, если вы по ребру просто на способности один пустили поток, у вас появилась обратная ребро просто на той же способности. Вот. Но тогда что из этого следует? Из этого следует, что вместо v e, то есть вы получаете, что теперь Денис конкретно у вас вообще за e работает. Вот. Неплохо так, да? Не весят. Да, поиска, да-да. То есть в принципе это уже приводит к тому, что общий алгоритм из v e квадрата превращается на самом деле в v e. То есть оказывается, да, то есть видите, то есть оказывается это не только кун у нас оказывается за v e работает, а на самом деле просто в любом потоке в принципе в единичных сетях будут за v e работать. Но на самом деле, ну вот, но это еще не все. Обратите внимание, это мы еще только тут что-то позаоценивали конкретно здесь. То есть конкретно в поиске блокирующего потока. Теперь возникает вопрос, а сколько итераций будет у блокирующего потока? Вот. Уважаемые знатоки, сколько мы, сколько их будет? Сколько итераций блокирующего потока? Ну смотрите, одна итерация блокирующего потока работает за e. Нас теперь интересует следующий вопрос. А сколько итераций будет? Нет, ну я бы сказал, не более чем v, но это общее ограничение. Оказывается, можно тут применить еще одно ограничение. Нет, не в этом дело. Нет, тут более мощное рассуждение, смотрите. Ну тут я боюсь, так просто вы уже не придумаете, но сейчас я, но сейчас будьте внимательны, потому что сейчас я расскажу идею, которая вот нам сейчас на протяжении всего остального семинара очень сильно пригодится. Значит, идея такая. Значит, будем, ну вот, как бы ее сказать. Давайте внимательно вот что посмотрим. Давайте рассмотрим какое-нибудь число k и предположим, что мы сделали k итераций. Вот, ладно, я давайте так. в более общем виде сразу сделаю, хотя обычно сразу называют, чему равно k. А теперь давайте посмотрим. Предположим, что вы сделали вот уже там, k итерации поиска блокирующего потока, да? Что мы можем сказать про про остаточную сеть после k итерации блокирующего потока? Да, ну, можно сказать, даже k плюс 1. Ну, а теперь давайте посмотрим. Как? Смотрите, итак, у нас есть единичная сеть. Да, сеть же у нас, напоминаю, единичная, да? Вот. Сеть у нас единичная, там тут все красиво, там все хорошо, ну вот, ну там понятно, может быть зацикленная, там сколько угодно на самом деле, неважно. Там тут где-то t какой-нибудь есть, все в нее втекает. Теперь спрашивается, как выглядит максимальный поток в этой сети? Эта сеть уже выглядит как после k-терации. Ну, как-то вот так, да. Ну, напоминаю, может быть там, ну, понятно, я сейчас не говорю про блокирующий поток, но просто я знаю, что все, что мы знаем сейчас, это, ну, мы знаем две вещи. Во-первых, расстояние от s, значит, то есть давайте так, декомпозируем этот максимальный поток в оставшейся остаточной сети на циклы. Что можно сказать про эти пути? Честно, циклы. Ну, циклы, да, беспрелезно, потому что можно декомпозировать. Нет, нет, ну, смотри, мы декомпозируем поток на пути. Если я сказал циклы, извините. Как бы декомпозируем поток на пути, ну, циклы выкидываем, понятно, неинтересно, да? То есть как бы поток разделяется на какие-то единички, да? Что, ну вот, то есть получаются какие-то пути. Что про эти пути можно сказать? Да, то есть, во-первых, заметим, что эти пути не пересекаются. Почему? Потому что по каждому пути идет одна единица потока, а у нас все пропускные способности единичные, да? То есть, да, обратите внимание, по вершинам они пересекаться могут от слова вполне. Вот, то есть вот как-то вот так это вот могло бы быть, если бы тут было ребро. Да. Ну, давайте его дорисуем. Вот, неважно. Вот. То есть вот так, пожалуй, по вершинам, пожалуйста, сколько угодно, но вот ни в коем случае не по ребрям, да? Но длина каждого пути, сколько у нас? Длина каждого пути больше, чем k. Обратите внимание, да? А потому что вы же сами сказали, расстояние от s до t не менее чем, то есть более чем k после k-итерации. А это следует из концепции блокирующих потоков. Помните, мы же ради чего все это делали? Мы сделали bfs, сделали блокирующий поток. Теперь гарантируем, что расстояние от s до t стало строго больше по количеству ребер. Поэтому после k-итерации оно станет, ну, хотя бы k плюс 1, да? Обратите внимание. И дальше возникает тогда маленькая приятность. Ну, тогда смотрите. Получается у нас, что мы имеем? Мы имеем какое-то количество непересекающихся, то есть количество f оставшиеся непересекающихся ребер, да? То есть непересекающихся путей. И эти пути содержат в себе не менее чем, то есть более чем k-ребер. там, можно сказать, больше либо равно, чем даже k плюс 1. Но тогда я утверждаю, что этот поток не более чем оставшийся поток. Не более чем e поделить на k плюс 1. Потому что, условно говоря, у нас есть e-ребер, и каждая единица потока покрывает свои какие-то хотя бы k плюс 1 из них. логично, да? Ну, мысль такая. Каждый путь, то есть смотрите, у нас есть сколько-то путей, каждый путь, пути не пересекаются, у нас всего e-ребер, и каждый путь покрывает хотя бы k плюс 1 из них. В общем, пути не пересекаются, напоминаю, да? Но тогда я утверждаю, что из этого следует, что путей самих по количеству тупо не может быть больше, чем e поделить на k плюс 1. Ну, можно даже для простоты e поделить на k написать. Неважно. Но так как, но заметьте, каждая итерация единица, то есть каждый поиск блокирующего потока хотя бы на единичку поток увеличит, правда? Потому что BFS найдет хотя бы путь от s до t, да, кратчайший, но он его найдет. Но тогда, значит, мы вынуждены заключить, что после k итераций тогда получается будет не более чем e поделить на k плюс 1 итераций. Вот. Можно теперь это сформулировать вот таким образом. вот такая вот идея. То есть получается у нас какой бы... В общем, заметьте, а теперь давайте обнаружим, что k абсолютно произвольное, да? И теперь получается, что для любого k мы количество итераций можем оценить как k плюс e поделить на k плюс 1. спрашивается, какое k теперь надо взять, чтобы эта оценка была поменьше асимпетически. Ну да. То есть, конечно, действительно, при k равно корень из e мы говорим, что у нас не более... ну там, условно говоря, меньше либо равно чем 2 корень из e итераций. А k плюс 1 мы сказали, сколько у нас всего будет итераций. Да, что итераций всего у нас не более чем вот столько. Да, потому что после k итераций, ну, у нас был вариант, либо у нас за k итерацией и все сошлось, либо остался какой-то поток, но тогда он будет не более чем вот столько. Ну тогда, если взять правильное k равно корень из e, да, то окажется, что количество итераций на самом деле не более чем 2 корня из e. Вот. Но отсюда тогда следует, то есть тогда получается у нас всего итераций, то есть мы вынуждены заключить не более чем 2 корня из e. И таким образом наша... То есть таким образом мы получаем, что на самом деле у нас здесь не v на e, а симптотика, а на o от e корней из e. Ну, по-хорошему надо написать, конечно, минимум из v и корень из e, но если мы будем жить в предположении, что кратных ребер у нас нет, а напоминаю, что у нас есть простое упражнение, действительно, там дам граф за o от v плюс e избавляясь от кратных ребер, да, такое вот, это уже простое упражнение, такое напоминаю, да, то есть поэтому можно считать, что кратных ребер нету, и тогда получается, что корень из e это на самом деле меньше, там не больше, чем v уж точно. Поэтому оказывается, что у нас, то есть получается, а если граф еще и разреженный, то есть не v квадратом ребер, а меньше, то вообще кайф. То есть в принципе оказывается, что вы такой поток можете единицам искать, даже если у вас там в единичной сети 100 тысяч вершин и 200 тысяч ребер. Вот, то есть оказывается, в этом случае вы элементарно найдете что угодно. Вот, пожалуйста, e корней из e. Ну вот. Ну и, кстати, и полисочетание можно найти таким вот методом. Правда, в полисочетании на самом деле, я тоже в полисочетании эту асимптотику еще можно улучшить. Каким образом ее можно улучшить? Ну вот. А идея очень простая. То есть на самом деле заметим, что мы, ну вот, я утверждаю, что давайте тоже, то есть идея та же, возьмем то же самое k, какой-то k, рассмотрим, что будет происходить после k-итерации. Тоже будет какая-то единичная сеть, в ней будут пути. Но они будут не пересекаться по ребру, на самом деле можно точнее. Конкретно в случае полисочетания они не будут пересекаться еще и по вершинам. Понимаете почему? Ну то есть, если мы будем вот таким алгоритм по рассочетанию искать, ну там будет единичная сеть, соответственно, но там, как бы после k-итерации, если мы будем рассматривать остаточную сеть, там вот эти вот пути в максимальном потоке не будут пересекаться не только по ребрам, но и даже по вершинам. То есть вот такого даже там тоже не будет. Почему? А очень просто. Ведь заметим, что в изначальной сети, вот давайте себе представим, помните, там в каждую вершину либо входит только одно ребро, либо выходит только одно ребро, правда? Что, нет? Ну давайте вспомним, как у нас сеть для пресочетания то, что как мы строим. да, вот у нас, то есть вот все ребра у нас вот эти вот располагаем вот так, да? Вот. Либо-либо, да. Да. То есть для каких-то либо вот так, либо вот так, да? Ну а теперь смотрите, давайте себе представим, то есть что делает Дзинец, да? Ну по сути, да, помимо вот этих вот BFS, он делает то же самое, то есть находит какой-то путь в остаточной сети и пускает по нему поток, правда? Но заметим следующее, предположим, что у нас в вершину входило только одно ребро и сколько угодно выходило. И мы решили через вершину притолкнуть поток, да? Тогда что произошло? Произошло следующее, то есть у нас вместо вот этих двух ребер теперь начинает существовать вот это ребро и вот это. Но так как они все единичные, то обратите внимание, у нас снова ситуация, что в вершину входит ровно одно ребро. Да, оно уже другое, но ровно одно. Удобно, да? Действительно, это оказывается очень удобно. Но тогда получается, что когда вот у нас, но тогда из этого следует, что получается, ну вот, но так как в каждую вершину входит ровно одно ребро или выходит ровно одно ребро, да, то через каждую вершину, получается, может протечь не более чем один единиц потока. Вот, совсем один. Но тогда получается, что, ну вот, но тогда получается, что там в остаточной сети, ну понятно, что сеть будет, конечно, не двудольная, она будет более нетривиальная, но пути будут не пересекаться еще и по вершинам. Но тогда, смотрите, но тогда заметим, что каждый путь, путь у нас длинный как минимум k плюс 1, поэтому он каждый путь теперь, то есть теперь каждый путь покрывает там, то есть путь теперь покрывает больше либо равно, чем корень из v вершин. Тьфу. Ага, хой. Забежал вперед, да? Больше либо равно, чем k вершин. Но тогда получается k вершин, то есть, вот конкретно в присочетании это будут именно вершины, да? То есть в общем случае ребра, а вот в более узком, конкретно вот в этой сети, путь покрывает больше либо равно, чем k вершин. Вот. И тогда к чему это нас приводит? Ну тогда получается, что итерация будет всего k плюс... Вот. Ну сколько у нас тогда путей, да? То есть каждый путь покрывает k вершин, а всего у нас их v. Ну ладно, v минус 2, да? То есть получается, что это там что-то типа v поделить на k, ну по-хорошему тут можно минус 2 написать, но это не суть, да? Вот. Ну тогда понятно, что надо брать корень из v, и тогда получается, что всего будет не более чем корень из v итераций конкретно в присочетании. И асимптотика на самом деле работает, то есть будет o от e корней из v. Парадокс здесь заключается в том, что конкретно вот этот алгоритм он именной. То есть это называется алгоритм Хобкрафта-Карпа. Вот. Да. А что? Целых две мощные фамилии, да. Каждую из которых можно встретить еще где-то. Правда, ну вот. Хотя на самом деле алгоритм заключается в том, что возьмите, что как бы построите вот такую сеть и запустите в ней динеца. То есть видимо заслуга Хобкрафта-Харпа в том, что они тупо вот доказали, что оказывается это круто работает. Вот. Хотя там можно перепроверить. Ну вот. Ну то есть вот оказывается Хобкрафт-Харпа это такой вот динец на логичную, на первую пришедшую в голову сети. Поэтому оказывается, да, то есть кажется, если у вас двудольный граф, 100 тысяч вершин, 200 тысяч ребер, то в общем вы знаете, что делать. На самом деле. А, ну собственно, по-моему, в прошлом году, по-моему, на четвертьфинале, кстати, задача на это дело была. Хотя точно кто из здесь присутствующих участвовал в том четвертьфинале? Чего? Нет. А здесь присутствующих кто? Нет. У нас в УЗе была одна восьмая. Одна четвертая, то есть это квалификация. Нет, в квалификации такого не было. Как боится, да. Как боится, да. Я как член чуритной квалификации это гарантирую, там такого не было. Не потому, что мы прям принципиально против потоков в квалификации, просто мы придумали задачи на другие темы. Придумаем на эту, дадим на эту. Впрочем, когда еще у нас будет такой шанс? Вот. Значит, что у нас еще? Таким образом получается Е, корни из В. Такая вот, ну вот, то есть на самом деле получается вот такая, такая вот приятность. Такая вот приятность. Ну вот, на самом деле приятность. Хотя, ну вот, так, ну вот, что бы такое сказать. Ну ладно, не могу, конечно, обойти вниманием еще одну такую маленькую новиночку, хотя, возможно, и по ней больше чего покопать, но на самом деле есть еще на самом деле мистический момент, о котором можно задуматься. Вот мы знаем, что вот, допустим, ховка как будет там, будет работать, допустим, за столько, да? А теперь, если я вот задамся другим вопросом. А теперь предположим, что, ну вот, а теперь вот давайте подумаем. Предположим, что мы ищем теперь вот это вот просочетание и опять же сделали k-итераций. Значит, ну вот, ну вот, ну там, сделать, допустим, k-итераций-единица. Как еще можно, ну вот, ну вот, ну вот, как еще можно оценить на самом деле вот эту штуку? Сеть все еще единичная. Что-что? Да, ну сеть та же самая. Нет, я говорю, мы про просочетание говорим. Просто теперь мы просто, можно ее попробовать оценить там с немножко другой такой неожиданной точки зрения. То есть, ну вот, то есть пусть после парасочетания, то есть после, то есть после, так, пропустил кучу слов, значит, после k-итераций, значит, концепции блокирующего потока, потока, размер текущего просочетания равен, ну, допустим, ну, допустим, а, да? То есть, предположим, что вот k-итерации запустили и нашлось а. После k-итерации, после блокирующего потока, да? Ага. Внимание, вопрос. Сколько осталось? Можно еще раз после k-итерации? Вот мы опять снова то же самое. Берем парасочетание, строим вот такую сеть, да? И запускаем в ней динница, например, динница. Ну, в смысле, на самом деле, любую концепцию блокирующих потоков. Нас сейчас не интересует, как конкретно мы их ищем. Но мы сделали k-итерации. И в результате мы нашли какое-то просочетание размера а. Ну, естественно, оно еще не максимальное, да? А теперь возникает вопрос. Ну, понятно, что вот есть просочетание, его можно на сколько-то увеличить, да, до максимального. Теперь спрашивают, а на сколько его можно увеличить? Что? Нет, ну, да, нет, но это очень грубый оценок. Хочется получше. Как бы еще сделать получше? А идея, оказывается, такая, весьма неожиданная. На самом деле, да. Возможно, можно даже придумать, если вам сразу сформулировали задачу, в которой она возникает. А давайте теперь вообразим себе, как выглядят, вот мы опять, у нас все апеллировалось к тому, что вот после k-итерации, как выглядит остаточная сеть и пути в ней. Но теперь заметим, значит, давайте теперь более глубоко на это посмотрим. Смотрите. Нет, вы не путайте. Это доли в просочетании. Есть доли в просочетании, их две. То есть вы не путайте их с блоками в ослоистой сети. Все, это они, это разные вещи. Так вот, давайте себе представим. Итак, вот предположим, у нас есть какое-то на текущий момент просочетание, да? Ну я так отбалды рисую, да? А теперь предположим, что мы неожиданно нашли удлиняющую цепь. Да? Ну понятно, что теперь в этой остаточной сети, где вот красные ребра смотрят назад, все остальные, то есть налево, тут направо, да? Как выглядит удлиняющая цепь? Вот. Ну удлиняющая цепь, да? Ну заметим, что после k-итерации ну удлиняющая цепь наверное будет длины даже не k, а наверное даже там 2k плюс 1. Ну потому что заметим, что у нас длинное расстояние-то от s до t на самом деле имеет фиксированную четность всегда, правда? Потому что мы приходим сюда, там приходим потом сюда, сколько-то раз вот, то есть как бы у нас ответ 3 плюс сколько раз мы будем возвращаться умножить на 2, да? То есть поэтому после k-итерации на самом деле тут будет даже 2k плюс 1 можно было вот тут написать, но как понятно, асимпотику тут не повлияет, а тут может, ну вот, то есть в результате смотрите, то есть получается, что удлиняющая цепь будет выглядеть примерно так. Раз, два, вот. То есть заметим следующее, что в каждой удлиняющей цепи она будет, то есть будет, получается, больше либо равно, чем получается k вот этих вот красненьких ребер. Ну нет, потому что я их так нарисовал, это про сочетание. Да, в реальности в остаточной сети, естественно, они будут смотреть сюда, да, согласен. Это ребра, которые на текущий момент, там, после k-итерации блокирующего потока входили в парасочетание. Если еще раз напомнить, удлиняющая цепь, это... Ну вот это. Ну просто какой-то путь имеется в виду. Ну фактически, смотрите, то есть если вы пустите путь от s до t, то получится путь, по которому можно увеличить поток. Но заметим, что если отсечь s и t, то получится какой-то путь, который начинается в вершине непокрытой парасочетанием, причем идет вот, вправо идет по ребрам не из парасочетания, а влево идет по ребрам из парасочетания, и доходит в итоге до пути, по которому вот, доходит до вершины в правой доле, которая не покрыта парасочетанием. Это называется удлиняющая цепь. Почему она так называется? Потому что мы можем выкинуть все вот эти ребра из парасочетания, добавить вот эти парасочетания и улучшить. Ну, то есть, в общем-то, просто обычно, если вы когда-нибудь изучали алгоритм Куна до ВУЗа, скорее всего, вы их изучали именно в этих терминах. Вот это мы их изучаем в терминах Форда Фолкерсона. Хотя, просто суть, на самом деле, абсолютно одна и та же. Начали, смотрите, получается такая удлиняющая цель. И понятно, что тогда, получается, если некий набор этих удлиняющих цепей дает, собственно, вот эту декомпозицию потока, которого оставшегося, который тут в этой сети, надо куда-то пустить. Но заметим, что этот поток будет представлять из себя вот сколько-то непересекающихся путей. Каждый путь увеличивает поток на единичку. Логично, да? Но теперь заметим, что каждое увеличение потока на единичку требует хотя бы К красных ребер, правда? Есть такой момент, да? Красных, спасибо, брат. Да. Ну, в том плане, смотрите, что максимальный поток, напоминаю, в остаточной сети вот это, это набор вот каких-то вот таких путей, да? Ну, если его декомпозировать. Какие-то не пересекающиеся даже по вершинам пути, правда? Но если рассмотреть каждый из этих путей, то станет видно, что в каждом из них будет как минимум К красных ребер. Логично, да? А почему-нибудь вершины не пересекаются даже? Ну, там по тому же, почему и раньше. Сейчас. Да. Вот. Ну, потому что в каждую вершину либо входит только одно ребро, либо выходит только одно ребро. Нет, но мы же рассматриваем не все возможные удлиняющие цепи, да? А как бы, а те конкретные, которые составляют максимальный поток. То есть, условно говоря, мы в этой остаточной сети берем максимальный поток и декомпозируем его на пути. Каждый путь — это удлиняющая цепь. И эти удлиняющие цепи не пересекаются, да? Но сколько может быть таких путей, удлиняющих цепей? Но если каждый путь покрывает не более чем, то есть, хотя бы K ребер красных, а всего у нас их A, да? Ну, помните, мы предположили, что их A. Ну вот. Тогда, то есть, получается, тогда осталось не более чем, получается, A делить на K. Логично, да? Сейчас размер просочетания, а это значит, что… Ну, это был найденный размер просочетания после K итерации. И тогда это означает, что на следующей итерации… То есть, тогда получается, скажем так, максимальное реально просочетание, да? То есть, я вот сформулирую тюрему так. Тогда максимальное просочетание содержит… Вот так. Меньше либо равно, чем A плюс A поделить на K. Вот так. Ну… Так, ну покрывает A вершин, и че? Почему она будет, а не на K дальше? Ну, потому что после K итерации каждый удлиняющий… То есть, если рассмотреть декомпозицию постолковостаточной сети, то каждому… Так, на каждом пути из них перескочили будет лежать хотя бы K красных ребер. Но всего у нас этих красных ребер ровно A. То есть, как бы понятно, что получается, сколько группочек размера K можно взять… Хотя бы K можно взять из группочек A. Сейчас, а что такое красные ребра? Ребра из просочетания, которые мы нашли после K итерации. Так, мы же дальше будем брать уже не те ребра, которые мы нашли, а… Ну это да, но тем не менее, мы можем после K итерации, вот как раньше, да, сказать, что пустим поток. То есть, как бы у нас нашлось там какое-то просочетание A, то есть мы все эти ребра, понятно, смотрим налево, и теперь думаю, у нас получилась сеть. А давайте просто посмотрим, какой в ней максимальный поток будет. Ну, тут даже могут примешаться какие-то ребра, которые вот эти… ну, с которыми A вот с этим большим не связаны никак. Ну, то есть, почему мы дальше будем искать… Сейчас. Ну, нет, в смысле, а как это может быть? Как удлиняющая цепь устроена? Она берет тое ребра, которые насыщенные и не насыщенные, насыщенные и насыщенные. Ну, так красные ребра имеют как раз суть как раз тех самых насыщенных ребер. Ну, вот. То есть, просто суть в том, что да, то есть, как бы понятно, что просто вот так вот взять и какое-нибудь тут вот ребро добавить поток не можем. Почему? Потому что после k-итерации у нас как бы не может быть такого короткого расстояния от s до t. Сейчас. Ну, у нас же каждый раз, вот на всех следующих, там, на тока плюс первый раз и так далее, у нас будет каждый раз увеличиваться количество насыщенных ребер. Ну, будет. И длина пути будет увеличиваться, и что? Нет, нас интересует не дальше, нас интересует прямо сейчас. То есть, мы остановились, мы сейчас не занимаемся тем, что там прям запускаем поток, пропускаем одну, находим одну цепь и смотрим, что будет дальше. А мы просто смотрим, у нас есть сеть. В ней есть максимальный поток. Он декомпозируется на пути. Пути — это не пересекающиеся по вершинам удлиняющие цепи. В каждой из этих цепей на текущий момент должно состоять как минимум k красных ребер. Эти ребра не пересекаются. Следовательно, этих путей не более чем a поделить на k. Конкретно сейчас? Да, конкретно сейчас. Но это же не значит, что в максимальном просочтении будет не больше, чем a плюс 1 на k? Значит. Потому что это означает, что если у вас путей в декомпозиции максимального потока не более чем a поделить на k, значит, и этот размер этого максимального потока, оставшегося не более чем a поделить на k. Сейчас больше чем a поделить на k, а дальше мы можем допускать, у нас это a может увеличиться. Ну и соответственно... И что? Ну и что от того, что у нас в будущем будет более худшая верхняя оценка, это не значит, что эта верхняя оценка не верна. То есть в конкретно данный момент максимальный поток не происходит a поделить на k. Это не значит, что он ему обязательно равен. Да, в будущем у вас будет оценка, потом будет на следующей итерации, потом какая-нибудь там, я не знаю, a плюс 2 поделить на k плюс 1. Да, будет такая оценка, ну, условно. Ну, тут много говорится, ну и что? Да, все эти оценки будут верны. Почему там будет k, а не k в планах? Тут же развязка. Да, ну, смотрите, тут пути-то определенной четности. То есть в самом начале расстояние от s до t 3, потом оно будет 5. Но оно не может быть 4, правда? Потом оно 5, потом 7, потом 9 и так далее. Но после k итерации, то есть получается 3 плюс, там, сколько, 2 умножить на k минус 1. То есть это, значит, это как раз 2k плюс 1. А, то есть после каждой итерации плюс 2 приближает. Ну да, хотя вот, хотя давайте, ну, смотрите, значит, после нуля итерации 3, да? После одной итерации 5. После k итерации, значит, длина пути, считая вот эти вот ребра, 3 плюс 2k. Сейчас вот после первой итерации 5, потому что 4 не может быть. Да. А потом 6 не может быть. Ну, заметим, что у нас тут просто граф-то двудольный, да? Да, каждый раз на 2. Да, то есть видите, на 2. То есть как бы, вот. То есть заметим, что так как если путь этот в принципе 3 плюс 2k будет, да, то выкидывая вот это ребро и вот это ребро лишнее, да, то получается, что сама удлиняющая цепь размера 2k плюс 1. А 2k плюс 1, значит, как k вот таких ребер и k плюс 1 вот такое. Вот. Ну, собственно, в чем глубокий, ну вот. То есть получается их не производят там меньше либо равно, чем a на a плюс k ребер. Или в другой, ну вот, или в другой интерпретации. То есть на самом деле сейчас вот можно переформулировать теорему немножко в другом виде. Так, давайте я ее... Так, ладно, наверное, придется это сделать. Вот примерно вот таким образом. Значит, смотрите, пусть, значит, в двудольном графе нам графе размер максимального просочетания равен b. Ну, про сочетание же ребра содержит. Ну, не то же, а вершин в два раза больше, естественно. Но про сочетание, размер просочетания с количеством ребер. Итак, пусть размер максимального просочетания равен b. Ну вот, тогда, тогда размер паросочетания после k итераций блокирующего потока не меньше, не меньше, чем сколько? Чем k на k плюс 1 получается на b. Ну, понятно, откуда я это взял, да? Ну, смотрите. Вот a плюс... Значит, смотрите. Значит, мы вот из этой теоремы, мы знаем, что вот... пусть мы нашли вот про сочетание равно a. И мы знаем тогда, что b не превосходит a плюс a поделить на k. А это равно k плюс 1 на k, соответственно, на a. Ну, тогда, получается, из этого следует, что a больше либо равно... Видите, тут больше либо равно. Значит, вот это вот делим. Получается k на k плюс 1 на b. То есть, по большому счету, то есть, в общем-то, я сформулировал практически то же самое. Вот. Спрашивают, а почему я обозначил теорему именно так? Ну вот. Ну, потому что, видимо, говорит, пока не опровергнет соответствующий диплом, видимо, это можно назвать теоремой Данилюка. Да, или теоремой Дат. Или, как известно, из задачи Петрисовски, теоремой Умника. Потому что откуда она взялась? Ну вот, взялась она из последнего контеста Данилюка, который он давал, значит, на сборах Петрисовски зимой этого года. Сейчас, это в этом... Так, это я в этом году ездил бы в Жевск, да? Ну да, наверное, в этом. Вот. И там у него просто... Ну вот, и первая задача у него прям такая и дается. Значит, дан граф. То есть, дан будольный граф. Миллион вершин, два миллиона ребер. Найдите, пожалуйста, парисочетание. Значит, оно будет засчитано, если оно будет правильным, или оно будет меньше правильного, не больше, чем на 5%. Ну вот, оказывается, решение. Ну вот, согласно вот этой вот теореме, нам нужно просто сделать 19 итерат с единицей. Вот. И тогда гарантируется, что все хорошо. Ну, правда, дальше вы начинаете это решение уминать обеими ногами. Ну, собственно, потому вот. Ну, потому что там, понятно, тесты прям очень жестко делали, чтобы нельзя было просто единицу пихнуть. И просто, то есть, там очень надо было стараться. Вот. Но, как бы, а суть задачи это в том, что вот эта теорема, как пока утверждает сам Данилюк, он доказал, там, у него эта теорема есть просто в его, там, в его дипломе. По Калаврскому или Магистерскому, не знаю, но вот такая вот есть. Возможно, да. То есть, к сожалению, мне пока в руки не попал этот диплом, потому что, скорее всего, там еще что-нибудь веселое есть. Ну, вот. Но пока вот, что запомнил, не мог не поделиться. Так что, да. Так что будет у нас, видимо, в экзамене теорема Данилюка. Вот. Вот так. Ну, да. Нет, в общем, задача так и называлась умникстерен. Да. Так что, по-видимому, да, результат он как бы не в статьях подчеркнул, а вот откуда-то. Ну, вот. Ну, то есть, ну, вот. Так что, вот, это вот с точки зрения того, что если вы хотите, так сказать, не максимальное просочетание, а какое-нибудь, то есть, оказывается, на первых итерациях вы найдете уже практически все. Вот. То есть, там, 19 итераций вам найдут вот как раз там практически 95%. Вот. Так что, вот еще вот так можно оценивать. Так, сколько времени-то? 7 минут? Черт. А, впрочем, ну ладно. Попробуем уложиться. Вот. Хотя. Ой. Так. Или уже не пробовать укладываться. Ну, хотя ладно. Так, ладно, если у нас осталось. Ну, вот. Ну, на самом деле, если возвращаться к этой вот идее, да, то заметим, что у нас получается такая вот интересная вещь, что, действительно, видите, то есть количество ребер, входящих в, входящих в вершину и количество ребер, которые исходят из вершины, да, оно одно и то же всегда, правда? Вот обратите внимание, так произошло, да? Но, на самом деле, заметим, что это верно в некотором смысле не только в единичных сетях. Потому что, на самом деле, можно заметить, на самом деле, вот, действительно, можно заметить, что вот эта вот идея верна, то есть и в произвольных сетях. В каком виде? Значит, в каком смысле верна? Ну, естественно, не в смысле, что количество ребер равно, а в смысле пропускной способности, которая входит и выходит, да? А именно, значит, ну, вот, то есть на основании этого вводится тут просто более подробно такое интересное утверждение, значит, такое определение. Значит, смотрите. То есть здесь говорят, пусть, допустим, вершина V, это вот что-нибудь, не являющее истоком истоком, да? Тогда, значит, вводится следующее. Тогда вводится такое понятие. P-A-U-T-V это будет сумма, значит, пропускных способностей всех ребер, исходящих из вершины V. То есть такая исходящая, ну, вот, вот такое, да? Сколько потока может вытечь из этой вершины, да? Значит, P-I на V равно, ну, как вы уже догадываетесь, тому же самому, только по входящим ребрам. Тьфу. Ну, помните, как мы и вводили, да? То есть у нас пропускная способность это C, да? T-F-I-N-I равно V. И есть такое P от V. Это будет равно минимуму из P-IN от V и P-OUT от V. Это называется потенциал вершины. Ну, там, конкретно в данном случае это называется потенциал вершины. А это называется... Ну, это понятно. Это понятно. Исходящий потенциал можно назвать. Это входящий потенциал. Ну, можно причем сказать, что P от G на самом деле равен такую тождественную P-GT от V. Ну, понятно. Здесь это символизирует тот факт, что, как бы, что на самом деле потенциал зависит не только от вершины, но и от сети в целом, правда? То есть потенциал же можно раздувать, если на себя лучше цикл сделать или у нас... Ну, в принципе... Ну, вообще, да, но петель... Ну, будем считать, что петель у нас нет. Ну, хотя, в принципе, да, его можно раздувать. Но, как бы, если вы уберете петлю, хуже не станет. Ну, по крайней мере, пока у вас не минкост, естественно. Вот. Да и в минкосте, в общем-то, это там, как бы, если положительная стоимость убивает, если отрицательная, то по максимуму. То есть, как бы, вы хотите воды, вот вам, вот вам 5 бутылок воды гоняйте. А мы пока делом займемся. Так вот. Я, собственно, к чему? Ну, потому что легко показать, то есть легко верну утверждение, что пусть f, f действительно поток в сети g, да? Ну, и напоминаю, что gf мы обычно обозначаем остаточную сеть, да? Тогда, заметим мы, неожиданный факт, потенциал вершины v в вот этой вот остаточной сети абсолютно такой же, как и в исходной сети. Вот такое вот мистическое утверждение. Ну, g это исходная сеть, а gf это остаточная сеть. Как бы, мы пустили поток f, да? Но оказывается, от того, что мы в сети пускаем поток и смотрим остаточную сеть, потенциал вершины не меняется. Почему так? Ну, потому что поток можете композировать на пути и циклы, да? Но заметим, что от того, что мы пропустили какой-то поток по пути, да? То есть через вершину v, да? То оказывается следующее, да? То есть, допустим, мы там, жила была вершина v. Жила была вершина v. У нас тут было 5 единиц потока 7, ну, и тут сколько-то входило, да? И, допустим, мы тут решили пустить 2 единицы потока, да? Казалось бы, пропускная способность и входящие, то есть потенциалы входящие и исходящие здесь уменьшился на 2, правда? Но, обратите внимание, у нас же тогда появляются обратные ребра, у которых пропускная способность увеличилась на 2, правда? То есть получается тогда, видите, то есть исходящая способность здесь уменьшилась на 2, здесь увеличилась. Вот, здесь увеличилась. Входящая здесь уменьшилась, здесь увеличилась. То есть поэтому все вот эти потенциалы, то есть вот эти потенциалы 2 и как минимум вот этот не поменялись. То есть таким образом вот потенциал, то есть потенциал таким образом не поменялся. Вот. Ну и можно тогда определить еще и потенциал сети. Вот. Ну это я так небольшой тизер такой дал. Потенциал P от G, ну вот потенциал P сети G, это просто сумма всех потенциалов по всем вершинам, которые не исток-исток. Так вот. Собственно, теорему, которую мы, видимо, будем завтра на лекции доказывать. А пока у вас есть примерно полсуток до того, чтобы примерно догадаться, как мы это будем делать. Нет, на самом деле это абсолютно реально, потому что я вам сейчас просто поражу теорему. Ну вот это называется, значит, сразу-таки первая теорема, как заново. И говорит она там следующее. То есть в концепции блокирующих потоков Выполняется Ну напоминаю, да, понятно, что речь идет о целочисленных сетях, да? Помните, да? Выполняется O от корня из P итераций. Ну итераций, если речь поисков блокирующего потока. А P это потенциал сети? Да. То есть, в принципе, отсюда уже для просочетания все следует. Потому что в просочетании потенциал каждой вершины равен единичке, субарный потенциал равен V-2. То есть поэтому это вот означает, что вот, да, действительно, единиц будет выполняться не более чем... Там выполнять вот там и запускать какой-то DFS этот вот мистический не более чем вот столько раз. То есть, ну да, то есть как бы, да, то есть на самом деле это вот более общий факт, вот для вот, то есть если вот ввести такое понятие потенциал, но это, конечно, напоминает только для целочисленных сетей, да? Потому что если мы все это поделим на P, то, как бы, очевидно, меньше итераций у нас от этого не станет, правда? Потому что тут важный момент, что, как бы, каждый DFS найдет вам путь и протолкнет поток хотя бы идеи, хотя бы идеи. То есть, ну, в принципе, то есть вы уже, я думаю, по корню вы уже догадываетесь, в какую сторону думать. Что, нет? Ну да, то есть, как бы, начало доказательства будет, вкратко, очень простое. Сделаем корень из P-итерации и внимательно посмотрим, что останется. И аккуратненько докажем, что у нас там больше, поток будет не более, чем корень из P. Ну, все уже там, хотя могу еще сказать одну фразу, и доказательство закончится, но... Ну, потому что, ну, там, какая фраза будет? Заметим, что после корня из P расстояние от S до T будет больше, чем корень из P. Да? Ну вот. То есть, ну вот, ну вот. Ну, правда, само в себе это означает и что? Потому что кто сказал, что поток имеет размер не более, чем P? Допустим, да? Но с другой стороны... А, ну вот. Ну, а дальше там вот это надо будет уже аккуратно доказать, что этих путей будет не больше, чем корень из P. Академия. Академия. Продолжение следует...